Христос воскресе, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В прошлой нашей передаче мы поздравляли наших православных дорогих женщин с православным женским днем, с днем с памятью Жон Мироносец. И вот сегодня в нашей передаче мы хотим продолжить разговор с нашими предыдущими гостями о самом насущном, о самом главном, наверное, для молодой девушки. Мы хотим поговорить сегодня о замужестве, о том, как замуж выйти, может быть, правильно, как избежать каких-то проблем, ошибок. А может быть, сегодня мы с вами услышим какие-то очень важные рецепты семейного счастья. В студии, как и в прошлый раз, матушка Ирина Рыбакова и Елена Ивановна Жигарева. Здравствуйте! Здравствуйте! Христос воскресе! Воистину воскресе! Вот такую тему мы решили заявить, потому что, ну, в прошлую беседу мы как-то так вот затронули в разговоре о женском служении, о том, в чем оно заключается. Наверняка у многих из наших зрительниц, да и зрителей, у мужчин возник такой вопрос. Ну, все, хорошо, согласны, да. Допустим, вот это все-таки служение. Хорошо. Нужно быть женой, нужно быть матерью. Как не ошибиться? Вот. Как, ну, наверное, не совершить самую страшную, фатальную ошибку, наверное, в своей жизни? Как не обломаться? Потому что тут вот действительно ведь бывает так, что ты самыми нежными, самыми высокими порывами в брак вступаешь, а потом как-то что-то из тебя это все, весь этот брак выхолощивает или убирает. Вот в этом проблема именно брака, то есть вот правы те, кто говорят, что хорошее дело браком не назовут, или это все-таки проблема отношения к браку, отношения к любви. И, может быть, изначально у человека что-то, какой-то не тот мотив, какой-то не тот вектор задан. Вот хочется поговорить сегодня об этом. То есть мы сегодня, условно говоря, можно разделить женщину на три ипостаси. Ипостась невесты, ипостась жены, ипостась матери. Вот мы сегодня пока жену и мать откладываем за скобки, может быть, поговорим в следующей нашей передаче об этом. А давайте поговорим сегодня о невестах. То есть вот молодая девушка, которая хочет вступить в брак. У нее есть желание вступить в брак и остаться в нем. У нее есть желание не развестись. В этой связи у меня вопрос сначала к вам, Елена Ивановна, потому что вы психолог по образованию, и к вам очень часто и приходили, и приходят, может быть, до сих пор, обращаются с какими-то такими вот чаяними вопросами, и вы очень часто именно с практической точки зрения решаете проблему человека. Вот какие у современных... Понятное дело, что они меняются, эти проблемы. Раньше, может быть, была проблема в том, что, ну, я не знаю, там... Было, как сказать, когорта богатых людей, и за них сложно было выйти замуж. Сейчас вроде бы у нас средний достаток увеличивается, достаточно хорошо мужчины зарабатывают. Уже не эта проблема стоит. Какая проблема стоит у современных молодых девушек? То есть, каковы критерии выбора, и какие проблемы перед ними стоят при выходе замуж? Как вам кажется? Ну, я немножко не соглашусь, наверное, все равно... Ну, во-первых, девушка, которая находится вне, как бы, стен храма, да, то все равно мир за стенами храма, он нацелен на потребление. Ну, очевидно, конечно. И зачастую даже и православные в этот ритм, ну, тяжело как бы от него отключиться. Поэтому девушки, которые находятся вне православия и веры, ой, ну, видимо, полны смятения, тревоги или жестко ставить себе цель. Им нужен не человек, а им нужен муж, который будет содержать. То есть вот эта составляющая брака, она... Как только девушка заходит в храм, и у нее появляется намерение там остаться, потому что, ну, по-разному девушки приходят в храм, да, и вообще молодежь по-разному приходит в храм. Вот девушка пришла в храм, намерена там остаться, намерена понять, что происходит в храме, и что же с точки зрения вот ее будущего, то есть создание семьи может здесь ей помочь. Ну, опять-таки, получается, потребительское отношение только в данной ситуации уже к храму. То есть я и в храм прихожу для того, чтобы... Ну, мы, наверное, не можем избежать этого, потому что вот путь, все-таки путь к вере, к Богу, он, этот этап все равно мы проходим. Конечно, и поначалу, наверное, мы все приходим и просим. Адай, опадай, опошли. Вот, все просим. И только когда уже мы... Очевидно, Господь нам как бы вот дает понимание какое-то, да, то мы уже начинаем понимать, что же происходит в храме, что происходит в нас, и что нам делать здесь в храме, за стенами храма. Так вот, знаете, я, наверное, немножко здесь, может быть, матушка побольше, наверное, может здесь сказать, потому что у нее есть опыт уже православной девушки, которая намеренно строит семью. Когда я строила семью, я была очень далека. Очень далека, и как раз вот я могу говорить об опыте девушки, семья, которая была неверующая, ну, там бабушки, прабабушки, то есть такие отголоски какие-то были, да, но я воспитывалась в большей степени в атеистической семье, где в итоге мои родители разошлись, то есть, ну, такой типичная семья, советская семья, со всеми вытекающими отсюда подробностями, последствиями. Вот, и, то есть, когда я уже столкнулась с проблемами, и когда уже моя семья, можно сказать, разрушилась, да, и нужно было воспитывать дочь, тогда уже вот я, ко мне стало приходить понимание каких-то основ, на чем же должна строиться семья. И вот эти основы, вот этот фундамент, его можно приобрести, на мой взгляд, только в храме, только в церкви. То есть, любая девушка... Ну, тогда давайте уж, матушке, и адресуем этот вопрос. Ну, в данной ситуации я стою в некой неловкой позиции задавать тебе этот вопрос, потому что мы с тобой муж и жена. Тем более, что мы, ну, вот, лишены были пути поиска, да, то есть, мы с седьмого класса вместе. Вот. Ну, в любом случае, мне кажется, что так или иначе оценивается какой-то прежний опыт, вот, то есть, тот пройденный этап, и человек понимает, вот, ага, вот здесь вот я, на самом деле, столкнулась с счастьем, у меня, может быть, выбора не было, но я изначально как-то вот интуитивно что-то поняла про брак, или про семью, или про то, вот, исходя из накопленного опыта, все-таки вот для православной девушки каков же должен быть критерий выбора супруга, как тебе кажется? Ну, у нас все-таки были периоды расставания, то есть, не так уж прям все было, вот, но выбор супруга, я не, честно говоря, трудно мне ответить на этот вопрос, потому что я так чувствовала, вот, то есть, я чувствовала, что это любовь, и что я знала, что если я выхожу замуж, то я выхожу замуж на всю жизнь, то есть, у меня не было такого отношения, что, ну, не получится, там, через год переиграем, там, что-нибудь, вот, хотя мы выходили замуж, ну, я выходила замуж в 18 лет, но, тем не менее, такая установка очень четкая, может быть, от моих родителей, потому что мои родители, они, может быть, трудно, как-то жили, живут вместе, бабушка с дедушкой тоже вместе, вместе, прожили всю жизнь, вот, умерли практически в один день, и вот эта установка у меня была очень четкая. Ну, то есть, вот, давайте так вот, чтобы резюмировать, чтобы не растекаться мыслью по древу, один из первых критериев, это изначальная установка выйти замуж навсегда, то есть, ни в коем случае нельзя начинать свой брак с вопроса, как... Попробовать. А, давайте, там, пробный брак, там, как пробник духов, вот. А, нет, не понравился этот запах, попробуем что-то иное. Вот, то есть, изначально девушка, когда задает себе такой тон, да, что она только пробует, она очень важное что-то растрачивает в себе. Она себя теряет, потому что... Женскую какую-то энергию, ну, если не оккультными терминологиями, да, мы сейчас думаем, вот это вот женское нечто, и в ней истощается, когда она то с одним, то со вторым, то с третьим пробует себя. Более того, я просто хочу сказать, что вот, опять же, по своему опыту, я понимаю, что брак, вот первый брак, первый, там, единственный или просто первый брак, он все равно связывает людей, и с этого момента они все равно родственники. То есть, а родственные связи, их очень сложно разрушить. И даже если люди расходятся, они реально ли становятся или врагами, то есть, или они или близкие люди, или они становятся врагами номер один. Поэтому эта связь, она, ну, я не знаю, насколько она мистическая, конечно, но я на себе почувствовала, что отказаться, пробовать вот так отказаться, если человек разумный, то это не получится просто. Вторая вещь, которую мне захотелось вычленить из твоего вот маленького такого рассказа, это то, что человек, женщина должна все-таки понимать, чего она хочет. Вот. Да. Потому что, когда у нас, у нас большинство девушек, я это как исповедующий священник могу констатировать, они не знают, чего они хотят, они приходят, нет, они очень четко формулируют одно, он должен быть богатый. Вот. Но потом, когда человек, например, по этому критерию выбирает себе, или красивый, по этому критерию выбирает себе супруга, он понимает, что вообще можно быть красивым подлецом, можно быть богатым хамом. И получается, не исчерпываются все эти вещи. А когда вот эти критерии попраны, дальше встает девушка опять, как та самая бабка у разбитого корыта сидит, и она задается опять в тем же вопрос. А как вы же все-таки тогда критерии? Чего же я все-таки хочу? И вот дальше, тогда вот следующий вопрос. Чего же должна хотеть девушка? Как она должна, все-таки чем она как-то вот должна руководствоваться при выборе супруга? Я бы вот еще хотела сказать дополнение, что бывает так, когда девушка выходит замуж, ну, там, красивый, там, допустим, обеспеченный, еще какие-то качества, но у него есть какие-то недостатки, он может быть грубоват с ней. И она думает, ну, ладно, мы начнем жить, и это все уйдет. Я его перевоспитаю. Вот, мне кажется, тоже очень большой миф, который потом, как раз вот когда начинаются кризисы, как правило, все эти недостатки становятся настолько просто... Выпуклыми. Да, да. глобальными. Просто если тебя что-то раздражает заранее, ну, ты не можешь мириться, например, с каким-то качеством, то либо надо смириться с ним, либо тогда, может быть, искать другого человека, потому что это качество, оно никуда не уходит. Вот. Ну, это понятно. Ну, это понятно. Тогда что делать? Ну, не бросаться. Я сейчас вспомнила. Я сейчас вспомнила. Мы вот на днях с матушкой вспоминали фильм Станислава Говорухина «Благословите женщину». И вот сейчас в нашем разговоре у меня просто, я вспомнила образ вот этой девушки, героини, да. Угу. То есть, ну, во-первых, ее какая-то, может быть, юношеская, молодая такая, но внутренняя зрелость сразу прям ей подсказала, что это ее выбор. И она принимала решение о замужестве буквально в одну минуту. И в одну минуту она приняла решение, что этому человеку она будет верна всю жизнь, и она будет смиренно находиться около него и, ну, заботиться о нем. Угу. И действительно, вот на протяжении всего фильма мы видим, насколько даже в крайне сложных ситуациях, когда, ну, на мой взгляд, он вел себя недостойно, вот она своим смирением и своей любовью, она эту ситуацию как бы выводила опять в любовь. То есть вот это принятие... Очень сложные вещи вы говорите. Да. Для современных женщин, я думаю, что это очень сложно вместить. Готовы поспорить, что сейчас несколько там сотен, ну, кто нас смотрит, десятки тысяч, не знаю, сколько сейчас около экранов сидят, они скажут, ну, и что же нам надо терпеть? Вот. Вот, но это мы, давайте, этот вопрос мы оставим на следующей передаче, когда будем говорить о замужестве. Сейчас мы для наших юных невест. Так все-таки вот, исходя даже из этой вот вашей аналогии с Говорухиным, с его фильмом, еще одна вещь, да, то есть третий такой пунктик. Значит, первое, что нужно точно быть уверенным, что замуж это только на один раз, один раз и на всю жизнь. Второй момент, я должен знать, чего я хочу. А третий момент, вот исходя из этого, это требовательность не столько к нему, сколько к себе. То есть, не какого мужа я хочу, а какой женой я хочу быть. То есть, увидев мужчину, женщина говорит себе, что вот рядом с ним я хочу быть смиренной, терпеливой, любящей нести это все до конца. И в этой связи у меня еще один, такая тоже всплывает фраза, хорошо вам знакомого, Михаила Львовича Покраса, вот, который любит говорить о том, что если ноша тебя тянет, своя ноша не тянет, а если ноша тянет, то значит она не твоя. Вот. И возвращает это нас, отсылает как раз к второму пункту, а какая же тогда ноша моя, да, то есть на этот вопрос, в первую очередь, должна девушка молодая ответить. Что же и чего же я хочу? Ну вот мы хорошо, мы сказали, что вот предъявлены эти требования, а все-таки вот в конечном итоге, каковы главные качества, вот, для вас? Вот, если бы здесь сидел батюшка, нам бы сложно было говорить, потому что батюшка не женщина, батюшка себе никогда мужа не выбирал, а вот вы, женщины, жены, ну, у кого-то опыт уже такой есть, опыт расставания, у кого-то такого опыта нету, в том плане, что не разводилась, брак не разрушался, да, и так далее. Вот каковы все-таки, вот для вас, не берем вообще православное женское слово, а для вас, каковы главные качества мужчины? Вот перед кем бы вы захотели быть смиренными, терпеливыми, послушными? Загрузил? Ну, нет, скорее, наверное, какие, наверное, можно говорить, какие качества неприемлемы просто. Хорошо, давайте так. Давайте так. Ну, во-первых, конечно, неприемлемо хамство, хам. То есть, если человек хам, то, как бы, ну, здесь сложно воспитать, перевоспитать, и вообще мы не ведем речи о том, что, как бы, есть такая цель. Хорошо. Я, честно говоря, ожидал несколько иного ответа. Я думал, что вы вспомните как раз то, что сказали только что сами. Какая разница, какие его качества? То есть, вообще, мне так кажется, что... Вопрос был прямой просто. Да, вопрос был прямой, но он был провокационный. А, ну, нет, просто я могу говорить о том, что если, ну, скажем, вот для меня стоял такой выбор, да, то, конечно, это некий внутренний отклик, прежде всего, вот на конкретно этого человека. То есть, даже неважно, как он выглядит, в принципе. Ну, это все составляющее. То есть, если есть внутренний отклик, значит, то, как он выглядит, соответствует моему внутреннему, как бы, моей внутренней потребности близкого около себя, вероятно. То есть, я не оцениваю его внешность. У нас совсем немного времени до конца эфира. Вот буквально в 30 секундах, если есть возможность, ответьте на вопрос, какова техника духовной безопасности для девочки, для девушки, если она хочет вступить счастливо в брак и быть счастливой в браке. Понятное дело, что она должна все о себе понять, а что же все-таки она должна еще как-то уметь делать? Мне кажется, еще она ничего не должна ждать от него, что он что-то ей должен, должен о ней заботиться, или там должен. А он ничего, в свою очередь, не должен ждать от нее, что она там должна ему приготовить. Хороший момент, да? То есть, мы убираем из этого разговора акт должествования. Та вещь, которая совершенно не вмещается, как я, я еще раз говорю, как исповедующий священник, вижу в современных исповедующихся там женах, мужьях, почему-то постоянно предъявление претензий, что он должен, она должна, и на этом, в общем-то, все и заканчивается, как два барана на одном мосту сошлись. В браке никто никому ничего не должен, и я люблю заменять слово «должен» на слово «важно». То есть, что для меня, как для жены, важно? Важно делать то-то и то-то. Хорошо, еще. Знаете, еще я думаю, что для православной девушки очень важно, вот, понять, почувствовать, есть ли, ну, Божье благословение вот на этот, на этот шаг. А как это понять? Это выстрелит? Нет, ну, все равно мы понимаем, действительно, Господь благословляет нас на какие-то действия, на какие-то поступки или нет. То есть девушка, которая, ну, ну, если, ну, это же никто не скрывает, в молитве. То есть в этом смысле, в этом случае молитва, конечно, помогает. И мы, как люди, которые уже не первый раз в храме, мы это хорошо очень понимаем. То есть... Да, здесь очень важно сказать, что у вас есть опыт молитвы. Вот. Потому что очень часто вот этот вот совет «давайте-ка молитесь», вот, и, мол, сидите сложа руки, дают те люди, у которых такого опыта молитвы просто нету. То есть это такая очень холодная, равнодушная формулировка, за которой не стоит никакого смысла. Вот. То есть этот человек просто хочет отмахнуться. Да, молись. И жди. Вот. Значит, вот если вот... Еще разок, да. Никто мне ничего не должен. То есть вопрос... Отсылка все опять-таки к тому, что какой должна быть я женой, и какой должна быть я, какой мне быть важным. Второй момент, конечно же, если девушка православная, и не только православная, если просто девушка хочет вступить в брак, она должна осознать и понять, что есть кое-какие вещи в этой жизни, которые не зависят иногда даже от нее или от него. Есть вещи, которые зависят от Божьего промыслов. То есть как некий дар. Я всегда во время Таинства Венчания говорю женихам и невестам о том, что любовь, с которой вы столкнулись, это бесплатный бонус от Господа Бога. То есть Господь вам бесплатно, совершенно ничего вы для этого не сделали. Бесплатно послал вам ее, а вам его. То есть молиться действительно нужно. Молиться о будущем браке. Еще что? Еще вот я не помню кто, какой-то батюшка что ли, когда к нему приходили брать благословение на Венчание, он задавал такой вопрос. Вот представьте себе, что завтра этот человек, допустим, попадет в страшную аварию. Это в тряфтерию. Да, станет инвалидом. Потеряет все свои деньги. Станет там, может быть, некрасивым. Вот ты готова за ним ухаживать, быть рядом с ним. Вот, то есть берешь ли, возьмешь ли ты вот его крест такой на себя? Вот это тоже очень важно. В горе и в радости. Да. Ну, в горе и в радости здесь опять, мы сейчас просто, боюсь, мы вот за этими словами уже сейчас ничего не стоит. Быть всегда и в горе и в радости, это всегда есть в мыльных операх, в каких-то дешевых фильмах. Идея хорошая, но она нивелирована, она практически убрана. А вот идея того, что действительно я вступаю в брак не для того, чтобы мне всегда было весело, хорошо и замечательно. Я вступаю в брак не для того, чтобы получать от кого-то, но себя всецело отдавать. И вот кому я хочу себя всецело отдавать. Причем независимо от того, есть ли у него сейчас здоровье или его нету. Потому что мы видим огромное количество примеров, когда, например, девушка вступает в брак. Вот сейчас вот любимый-то герой Ник Вуйнич, вот этот вот герой без рук, без ног, актер, который всему научился и плавает. То есть его девушка, есть девушка, которая вышла за него замуж, не видя его телесного несовершенства. Вот ему она захотела принадлежать. То есть это очень важный, мне кажется, момент. Ну и я все вот ждал, когда же вы мне скажете о целомудрии, все-таки, да, сохранение какого-то целомудрия, некой чистоты духовной. Я наблюдаю, потому что все-таки печальную картину, печальные опыты других девушек, когда они вот то, что мы сказали в прошлой передаче, в этой передаче, что они пробуют себя. Я и с этим, вот с этим, с этим не совсем хорошо пойду ко второму, и с этим не очень пойду к третьему. В поисках именно телесных, плоских каких-то удовольствий она растрачивает, истощает свое женское, она уже действительно перестает чувствовать, чего она хочет. А самое главное, мужчина очень интересно в этой ситуации начинает рассуждать. Ничего, если я у него был 12-й, то будет и 13-й, что легко там так забирается, преподается, за что мужчина не сражается, тем он легко очень часто жертвует. Это, конечно же, очень важно помнить. Ну вот очень так вот фрагментарно, почти так вот мазками мы наметили эту тему. Думаю, что для кого-то она была полезна. Этот разговор сегодня был полезен. Спасибо вам за ваши ответы. И я с вами, дорогие мои, прощаюсь. Надеюсь, что сегодня мы затронули очень важную тему. И дай Бог, чтобы в нашем многострадальном Отечестве когда-то вновь воссиял институт семьи и брака, который сейчас активно попирается, который активно пытаются разрушить. И всем тем, кто уже нас смотрит сейчас, находясь в браке, я желаю помнить о том, что вы есть малая церковь. Храни всех вас Господь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин